Приветствую вас! Вы знаете, вопрос, который вы задаете, он на самом деле очень серьезный. Это очень серьезный вопрос, когда люди находятся на расстоянии и не могут при этом нормально переживать тот факт, что они находятся не вместе. Каждый человек, он по-разному, по-своему переживает подобную ситуацию, в зависимости от его ценностей, от его характера, от его взглядов на жизнь, на отношения и так далее. И ваш молодой человек, как вы пишете, своим поведением вас раздражает, он на самом деле вполне возможно также очень сильно переживает по поводу того, что между вами происходит. Вы очень мало предоставили информации относительно своей проблемы. По сути дела, вы говорите лишь то, что он вас раздражает, и считаете, что именно в этом проблема того, что вы перестаете испытывать к нему чувства. При этом вы спрашиваете нас, в чем проблема. Проблема в том, что вы не знаете, не отдаете себе отсчет в том, почему молодой человек ведет себя именно так, и с какого периода он так себя начал вести. Чтобы определить природу проблемы, она может быть по стати двух видов. Первое – это проблема, как и сказал мой коллега. Естественное отмирание, чего такое очень неприятно, но случается. И в этом случае ничего поделать, к сожалению, нельзя. И второй вариант – это наличие какого-либо конфликта, каких-либо проблем между вами, которые и не позволяют вам проявлять друг другу необходимые чувства, необходимое тепло, необходимую ласку, заботу и так далее. И для начала очень важно определить вам, с какого момента молодой человек вот так вот начал себя вести. или, может быть, он так ввел себя всегда, но вы, опять-таки, с определенного момента начали испытывать раздражение от того, что он говорит, от того, как он говорит. Если это так, то давайте постараемся выявить определенный, определенный, ну, скажем так, момент, с которого это все началось. И тогда нужно разбирать именно его. Если ничего особенного не происходило, и вы просто в определенный момент начали замечать, что чувствуете раздражение к мужчине, когда он вам там о чем-то говорит, то это означает всего лишь, что ваше чувство действительно угасает. И процесс этот естественный, при условии, что вы живете раздельно, при условии, что вы практически не видите. Почему? Ну, потому что на расстоянии отношения весьма и весьма условно. Они во многом упираются в возможность человека домысливать недостающие элементы этих отношений, а это, в свою очередь, упирается в воображении, и человек, по сути, вынужден жить со своим воображением и с тем, что он себе представляет. При этом реальную возможность проявить свои чувства, проявить себя по отношению к любимому человеку у него нет. И из-за этого, конечно, возникают всевозможные казусы, всевозможные проблемы и так далее. И я думаю, что какие бы у вас сейчас разногласия не были, вот какие бы сейчас между вами разногласия не были бы, нельзя говорить о том, что вы в однозначном порядке расстанетесь. Потому что вы сейчас делаете оценку происходящего, только опираясь, основываясь на ту форму отношений, которая у вас сейчас есть. А она, эта форма, является дистанционной, что не является достаточным для полноценного взгляда на характер и будущее ваших отношений. Поэтому, что бы вам сейчас ни казалось, я рекомендую вам не дробиться делать выводы, не дробиться принимать какие-либо вообще решения, а подождать пока вы встретитесь, и вживую будете способны все обговорить, и тогда уже будете принимать решение, может быть между вами что-то быть или нет. Только так можно быть уверенным в том, что вы не потеряете нужного, любимого вам человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.